Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня в этом видео я хочу вам сделать обзор моих комнатных растений, показать свою рассаду и чуть-чуть зимний огород на 31 января 2024 года. Пойдемте смотреть! На самом деле за эти две недели произошло очень много изменений на моем стеллаже. У меня появились новые комнатные растения, но об этом чуть попозже. Появилось много новой рассады, причем это все почти, можно сказать, уже рассады, кроме салата, но об этом чуть попозже. И тут давайте начнем вот отсюда. Тут у меня еще стояла китайская роза, раньше такая высокая, но я пока что ее убрал. А тут у меня вот такой вот спатифилум. А тут у меня укореняется черенок каучиконосного фикуса, и посмотрите, он начал расти. То есть он корни дал. Пока что вот листочки будут вот такие вот маленькие, но потом они превратятся вот в такие большие лопухи, можно сказать. Тут у меня стоит вот такой вот обычный фикус, он тоже довольно-таки небольшой, выращиваю его из черенка. Тут у меня вот такой вот замеркулькус большой. И давайте теперь смотреть комнатные растения. Тут появилось довольно-таки много новых комнатных растений. Тут у меня вот такая вот маранта, сейчас вам ее получше покажу. Вот такая вот маранта, купил ее на распродаже в цветочном магазине. Всего что-то рублей за 150. И в общем, вот такая хорошая маранта, она была просто залита. И тут, посмотрите, уже новый вот побег начался. В общем, вот такая вот маранта. А тут у меня появился новый каучиконосный фикус с такими темными листочками. Кстати, вот этого вот листа его не было, он уже вырос у меня. Тут у меня вот такая вот шифлера с варегатностью, очень такая красивая шифлера, тоже очень мне нравится. Тут у меня растут колонхой, они росли раньше в обычных стаканчиках, я их теперь присадил в один горшок, и смотрится это получше. Тут у меня вот такая вот герань, фикус вот такой вот тоже каучиконосный и колиус. Ну а теперь давайте переходить, наверное, к самому интересному, к моей рассаде. К моей рассаде на 31 января. Давайте начнем отсюда. Тут у меня вот такие вот всходы лука, именно так выглядят всходы лука. Это у меня лук эксибишен, сел его в ролики, ролик можно найти на моем канале уже. Тут у меня вот такой вот колиус хорошенький, небольшой, буду их использовать как маточники на черенкование. И тут у меня вот такие вот эустомки. Вот эти эустомы поменьше, вот эти вот побольше. Они все на самом деле разные, хотя сеялись практически в один срок, кроме вот этих. Тут у меня растет две таких дихондры хороших. Они уже довольно-таки большие, сейчас они разрастаются. Я их пришпиливаю к почве, чтобы они нарастали более пышными шапками. На самом деле вот это уже прям довольно-таки такая пышная. Но это тоже, кстати. Хотя вот это была посеяно позже. Но тут не одно растение, тут три растения. Тут одно растение. А тут у меня появились новые всходы, новые посевы. Тут у меня посеяно земляника лесная мелкая, это барон целемакер. Вот уже тоже начинает прорастать, только земля чуть-чуть позеленела. А тут у меня посеяно колиусы, тоже на маточнике, тоже начинают уже прорастать. Тут у меня вот такой красавчик, просто колиус. Тоже его буду использовать на черенкование, а может быть и не буду. И в общем вот такой вот колиус, я его пересадил в горшок побольше, в 0,5. И теперь он прям такой могучий и очень красивый. А тут у меня питунья звездная бургунди. Это новинка от Дачи 96. Вот такая вот малютка, тоже буду использовать на черенки. Тут я посею томаты. На самом деле томаты сеять сейчас очень рано, но я это сделал для супер раннего урожая. Урожая я получу этих вот томатов уже где-то в мае. И то есть это вот я посадил томат пиноккио, это для раннего урожая. Так я томаты буду сеять только в марте. А тут у меня тоже вот такая вот маленькая маранта. Это, кстати, вот с большого растения, которое я показываю раньше. Взял черенок и посмотрите, тоже растет. А тут у меня взошла лаванда, которая чуть-чуть подвытянулась. Ну, в общем-то, вот такая лаванда. И тут у меня вот такой вот салат. Это салат хозяйка Медной горы. Вот такой вот могучий, красивый салат. Ну, а на нижней полке у меня пока что всякое такое, можно сказать, оборудование. Тут я уже повешу лампы. Это самые простые лампы, 18-ваттные. Вот две повесил. Думаю, будет нормально. А так у меня пока что тут всякие емкости для посадки, всякое такое. Ну, а на этом, я думаю, мы будем завершать наш обзор. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И, в общем, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok